Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня хотел бы поговорить о здоровье. И тема этого видео будет «А вы хотели бы знать состояние вашего здоровья?» И вы ответите наивный вопрос. Кто же не хочет его знать? И вы не поверите. Из трех людей один человек не хочет знать состояние своего здоровья. И это не только мужчины, хотя они превалируют. Примерно 70% мужчин в определенном возрасте, я скажу так, старше 55 лет, не хотят знать состояние их здоровья. До тех пор, пока боли или какие-то страдания не приходят регулярно в их жизнь, и медицина оказывается бессильной. Но, как правило, уже бывает запоздал интерес. А в остальных случаях мужчины, и не только в России, прибегают к алкоголю, реже к наркотикам или к блуду, к сексу, для того, чтобы заглушить или отодвинуть проблемы здоровья на второй план. И есть определенная категория женщин, которые тоже не хочут интересоваться своим здоровьем и не хочут знать уровень своего здоровья. В остальном же две трети людей, они, конечно же, с интересом хотели бы узнать о том, в каком состоянии находится их здоровье. И для этого нет необходимости сдавать анализы, переходить в лаборатории или на дорогостоящие тестирования. Нет. Есть очень распространенная и давно известная в медицине диагностика. Это и по глазам, это и по языку, это по ногтям, это не хиромантия. Нет. Это обычная диагностика. И не все люди и не все врачи ее изучают. Но мне вот интересно бесплатно протестировать людей в России и в нескольких других странах. Я постараюсь это сделать. Если будет возможно, расскажу об этих небольших исследованиях. Потому что исследованиями нельзя назвать, скажем, изучение группы людей небольшой, до ста человек. Но у меня уже есть опыт. Я замерял объем легких и давление крови бесплатно у людей, которые бежали в ганноверский марафон. Это была дистанция как полмарафона, так и весь марафон. Я делал это восемь раз. Девять раз я сам бежал, принимал участие. А восемь раз я тестировал за один день до начала марафона, так называемые марафоны, базары-марафоны. И там продают разного рода снаряжения для марафонов, питания и прочее, прочее. И вот там я получил право на то, чтобы бесплатно замерять спирометром объем легких и тонометром давления крови. И вот что интересно, даже у людей, которые бегают полмарафона и целый марафон, состояние здоровья по этим показателям было неоднозначным. Неоднозначным. В большей степени у людей было хорошее состояние сердца, но не развитые легкие. И в меньшей степени наблюдалось пониженное давление. А для Ганновера с высотой 110-100 метров на уровне моря, это давление должно быть в идеале 120 на 80. Так вот было пониженное давление у определенной группы людей. Но так или иначе, вы сами, если бы я подошел к вам и спросил, хотите бесплатно, я протестирую ваше здоровье, чтобы вы ответили, сказали бы вы да или все-таки бы отказались от этого. Просуждайте об этом, я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...